Я могу поймать закладчика. Будем честными, я могу пи**ле ему дать, чтобы он подговорчивый был. В нашем фильме мы попытаемся понять, почему сотрудники полиции, которые должны защищать закон, на самом деле творят настоящее беззаконие. Сдайте в архив, пожалуйста. Почему страшные преступления полицейских часто остаются безнаказанными? Что происходит с теми, кто пытается пойти против системы? Честный полицейский, бывает не такое вообще. И что должно иниться в российской полиции, чтобы ее наконец-то стали уважать? В моем коллективе, в котором я работал, процентов 90 на сотрудников, они не поддерживают. Не поддерживают тогда, когда я работал эту власть. Были сотрудники, которые прямо поддерживают мне Алексея Навального. Настоящий портрет все того же Колокольцева висит в большинстве ОВД России. Поэтому мы полагаем, я полагаю, что будет Роспасилие. Я тебе угрожаю физической расправой. Давай, вставай, вспоминай. Из полутора сотен московских ОВД Братеева в прошлом году прославилась больше всех. Единственным и почти привычным уже для России способом. Оказалось, что там пытали людей. Молодой человек, за что вас задержали? Нет, возьми! 6 марта 2022 года. Война в Украине идет уже две недели. По всей России люди выходят на улицы с протестами. Сотни из них тут же забирают в отделение полиции. Ко многим применяют силу. Марина, Александра и Анастасия познакомились в московском автозаке. Там же быстро подружились, пели песни, создали чатик. Центральное отделение полиции были забиты и девушек отвезли на окраину Москвы в Братеева. Там уже было не до песен. Девушек, задержанных по административной статье, принялись избивать и унижать. Да, да, они на самом деле очень креативные в плохом смысле слова люди. Они буквально из говна и палок могут сделать орудия для пыток. Потому что в отношении меня в ход шла и бутылка с водой, и сломанная спинка от офисного кресла, и собственные руки и ноги сотрудников полиции. И все это вперемешку. В перемешку между собой были эти орудия пыток, в перемешку с психологическим давлением. И на самом деле, что я могу сказать касательно пыток, так или иначе боль притупляется. Это не значит, что это становится более выносимым. Наоборот, тебе становится страшно, потому что твое тело будто блокируется. Особую ярость почему-то вызывали у полицейских ссылки на закон. Настю за отказ сотрудничать со следствием, полицейский несколько раз ударил по голове бутылкой с водой, затем вылил на нее эту воду и натянул ей на голову пластиковый пакет из магазина. Было самое удивительное, что этим людям абсолютно не нравится действовать в рамках закона, потому что самую большую агрессию они проявляли к тем, кто пытался напомнить им о ФЗ полиции, в частности ко мне, кто пытался применить 51-ю статью. Это вызывает просто нечеловеческий гнев у них. Мне до сих пор непонятно, почему это работает именно так, и почему им не нравится осведомленность молодых людей о своих правах. Но это то, с чем столкнулась не только я, не только потерпевший из Братеева в прошлом году, но и многие-многие люди, задержанные на митингах и другие политзаключенные. Ад в Братеево еще долго гремел в новостях, но сказать, что пытки в полиции кого-то удивляют, невозможно. Достаточно провести несложный эксперимент. Берем компьютер, заходим, как говорят полицейские, в мировую сеть интернет, вписываем в поисковике название любого крупного города и слово «пытки». Поиск? Есть. Другой город, ну, допустим, Оренбург. Пытки. Петропавловск, Камчатки. И тоже результат есть. Пытают во всех городах. В результате люди просто не доверяют сотрудникам МВД. Они их, по большому счету, просто боятся. Потому что у нас коррупционная страна. Нет. У меня были инциденты у знакомых, когда просто говорят, откройте сумку, и из рукава что-нибудь выпадает. Просто, знаешь, знакомые, там, выглядят фриковатые, или пьяные идут. Ну, мой друг один раз так убежал с такой сумкой. Он сказал, что это была самая приятная трава у его жизни, потому что, честно, украденную полицию. Но факт остается фактом, что полиция подкидывает. Факт остается фактом, что когда полицию вызываешь, с вами, у меня там соседи шумят. С тех пор, пока никого не грохнут, она не приедет. Поэтому я чувствую себя неспокойно, не защищена. Спокойно. Почему? Ну, наверное, потому что я не совершаю ничего противоправного. И надеюсь, что мне ничего не подбросит. Скорее наоборот. Почему? Ну, от них ничего хорошего улечит. У меня как-то ожидать не приходится. Полиция против народа. Полиция охраняет другой класс, не народ. Не, наоборот. Я сразу напрягаюсь. И проверять ничего не дам. Потому что может отнять, а потом проблемы будут. Бандиты. В нашем фильме мы попытаемся понять, почему сотрудники полиции, которые должны защищать закон, на самом деле творят настоящее беззаконие. Сдайте в архив, пожалуйста. Почему страшные преступления полицейских часто остаются безнаказанными? Что происходит с теми, кто пытается пойти против системы? Честный полицейский, бывает ли такое вообще? И что должно виниться в российской полиции, чтобы ее наконец-то стали уважать? Когда сейчас говорят, что там коррупция побеждена, этого всего нет, это было раньше, они не берут взятки. У нас Пол Хабаровска знали историю про то, как есть один отдел, ну, скажем так, это было лет 6 назад, в котором там реально взятки берут. То есть мне там потихоте сказали, говорят, скоро до них доберутся, там уже следствие ведет, но пока это в СМИ не просачивается. У них была настолько распространена коррупция, у них там был гаишный отдел, у них было столько денег, у них был жезл, и они сняли на видео, как они этот жезл деньгами чистят. Вот они брали купюры и водили по этому жезлу, крутенький жезл, но они по приколу это снимали, но у них было столько нала, что они это делали вот так. И потом, когда все-таки дело разрешили показывать в прессе, это все там показывали по телевизору, это все было известно, ну, то есть не какой-то там год 90-90 какой-то, нифига, 90 не прошли, 2000, там, допустим, 16-й год, вот все это у них было. Жезл чистили, я клянусь, я видел это видео, жезл чистили деньгами. Искал видео, я думал, что оно у Хабаровских СМИ, а оно на самом деле даже на Первом канале, тут Екатерина Андреева чистит, вот, и на другой части видео здесь дальнобойщик к нему приходит и деньги ему платят. То есть они так часто брали с дальнобойщиков деньги, что вот он берет, по классике кладет, и потом, когда надо, вот там чувак с жезлом, и они тут жезл чистят, чистят деньгами. Зарплату по лицейским вообще-то повышали, даже ощутимо, аж в два раза. Свою первую в этом году зарплату ощутимо подросшую уже получили сотрудники межмуниципального отдела МВД России Новозыпковских. Переходим к следующей теме, у нас сейчас будет тема про полицейских. Итак, разработана новая сетка служебных надбавок. Вот только было это 12 лет назад. Указание о повышении премьеру Путину отдал сам президент Дмитрий Медведев. Мною принято решение установить, начиная с 1 января 2012 года, денежное довольствие лейтенанта полиции на уровне не ниже 33 тысяч рублей в месяц. По данным русской службы BBC, сегодня средняя зарплата полицейского в России около 40 тысяч рублей, примерно 400 евро. Это в полтора раза ниже даже средней по стране. Для сравнения в США, по официальным данным, полицейские получают 5,5 тысяч долларов, то есть больше 500 тысяч рублей в пересчете на рубли. И это выше в средней по все той же США. В Англии 2700 фунтов, то есть около 320 тысяч рублей. В Польше, например, полицейские с опытом в три года получают около 4 тысяч злотых. Это около 90 тысяч рублей. Поменьше, но все равно в два раза больше, чем в России. Российские действующие полицейские в открытую не очень любят жаловаться на проблемы. Это, в конце концов, чревато. Поэтому мы поговорили с одним из них анонимно. Я майор полиции, мне 32 года. Я работаю, ну, скажем так, не очень далеко от Москвы, но в глубинке в районном отделении полиции старшим участковым полномочным полицией. Довольно серьезные выслуги уже. У меня зарплата, чтобы вам не соврать, 45 тысяч рублей в месяц. Майор, это старший офицер, я вам напоминаю. Ну, как вы считаете, хорошая эта зарплата, а плохая? Честно говоря, так себе зарплата, да? Не очень. Да. Слава богу, у меня огород, я на охоту хожу, то есть я, ну, по крайней мере, ну, на участки не обидят, то есть я, по крайней мере, вот я на еду деньги не трачу, не считая зимнего времени. Но, с другой стороны, вот у меня недавно случай, я даже в твиттере сбора объявлял на новый автомобильный аккумулятор в служебную машину. А, в принципе, разве не ваше ведомство, полиция должна оплачивать вам машину, аккумулятор и так далее? А, смотрите, тут дело такое, что в теории да. И, в принципе, они даже оплатят и починят. Но для этого мне нужно составить заявку, отогнать машину в областной центр, поставить ее на сертифицированное СТО, ну, не стоит, сервис сертифицированный. Там ее будут полгода чинить, скорее всего, снять из нее деталей, вернуть мне ее на ходу, но через сколько, когда, типа, через месяц, через два, через полгода. И все это время я должен буду быть без машины. А у меня, извините, участок обширный. Я в сельской местности работаю, участковую. Мне, ну, просто на дорогу, то я времени в рабочий день трачу, ну, по часов, по шесть, по семь. Я, то есть, накатываю по 500 километров в сутки. Про маленькую зарплату нам рассказали и другие, уже бывшие сотрудники полиции. 33 тысячи без учета вычета, с вычетом получалось в районе, там, 28 плюс, там, все это зависит от стажа, выслуги, звания, должности и так далее. Я считал, за 14 часов работы ты получаешь примерно 1400 рублей. Это вообще не серьезно. Можете напомнить, какой у вас город? Московская область. Друзей у меня там нет, как в отличие от многих. Скажи это в камеру, а то все. Друзей у меня там нет. А еще три раза повторить. Не верит полицейским, даже когда они жалуются на жизнь, главный редактор медиазоны Сергей Смирнов. Издание, которое уже почти 10 лет, рассказывает про суды, тюрьмы, пытки и другие недостатки правоохранительной системы. Для разговора со Смирновым мы выбрали оптимальную локацию – бар на территории бывшей тюрьмы в центре Бильнюса. По мнению главреда медиазоны, недоплаты, переработки, сложности с начальством в полиции с лихвой компенсируются. Это коррумпированная история, если что. Ну, в том смысле, что не значит, что коррупция прямо вот автоматически. Но возможностей больше. Карьерный рост, кстати, больше. Это тоже довольно важный момент. Защищенность. И очень важное для России чувство, что ты важный человек в обществе. Даже у любого полицейского, по сравнению с обычным человеком, да, сам уровень, престиж, но не престиж в плане того, что уважаемый человек, а в плане власти. Обычного полицейского все-таки власти больше, чем обычного человека с улицы. Ну, надо честно и откровенно это признать. И они, конечно, этим пользуются. Главный авторитет для полицейских сейчас Владимир Колокольцев. По крайней мере, он должен быть для них авторитетом, потому что он министр внутренних дел уже 10 лет. В молодости Колокольцев сыграл эпизодическую роль в кино. И да, это именно он с наклеенными усами. Поверь моему опыту, не будет за тобой висека. Два года назад издание проекта публиковало масштабное расследование, эдакий портрет о богатстве семьи и криминальных связях Колокольцева. После выхода этого расследования к журналистам с обыском пришли из ведомства все того же Колокольцева. Несколько изданий, включая Медиазону, были вынуждены биографический портрет Колокольцева удалить. Зато настоящий портрет все того же Колокольцева висит в большинстве ОВД России. Кстати, в интернете он тоже продается и стоит от 300 до 4000 рублей. Нам, если честно, достался бесплатно. Так вот, именно смелый и бесстрашный Колокольцев в августе этого года признался. В полиции не просто кадровый дефицит, а настоящий кадровый голод. Как пишут в таких случаях в интернете, заныл. Некомплект личного состава очень большой. Я бы сказал, что он уже является критическим. У нас за прошлый месяц уволились из органов внутренний дел 5000 сотрудников в сложной ситуации. Сейчас ведомство Колокольцева должно спешно отыскать тех, кто будет работать на оккупированных территориях. Не попал под эту компанию оппозиционный майор из Ярославской области Олег Кашенцев. И не потому, что проработал 18 лет, его пощадили, а просто службу он давно покинул. В январе 2021 года его задерживали на протестной акции в поддержку Навального в родном Рыбинске. А в декабре того же года Кашенцев выходил с акции протеста на Красную площадь. Сейчас Олег вдали от родины, а та в свою очередь приговорила его заочно к 8 годам за так называемые фейки об армии. На своем ютуб-канале Майор в отставке Кашенцев пытается достучаться до бывших сослужитцев, потому что уверен, большинство не поддерживает действующую власть. Направлять мне информацию, любую информацию о коррупции в ваших ведомствах, в ваших регионах, направлять ее мне и допустим в моем коллективе, в котором я работал, процентов 90 на рассотрудниках они не поддерживают, не поддерживают тогда, когда работала эту власть. Были сотрудники, которые прямо поддерживали Сенова. Да, вот такие вот процентные отношения, но соответственно все бы там боялись открыто как-то говорить и как-то высказывать свою политическую точку зрения публично. Вы меня не то, что удивили, вы меня шокировали. То есть, по вашим словам, примерно 80% полиции, они против власти? Процентов 90 даже, я бы сказал. Но вот именно в том коллективе, где я работал. То есть, это не значит, что они там, грубо говоря, за позицию и так далее. Нет. Я говорил о том, что они не поддерживают действующую власть. Потому что, да, то есть, в кабинетах садим, ах, Путин такой засранец и так далее. То есть, все это, то есть, все как бы такую точку зрения нормальный человек. А если, по вашим словам, большинство сотрудников полиции были против этой власти, то что их удерживало в органах и заставляло идти на эти нехорошие вещи? Ну, смотря какие нехорошие вещи, что вы имеете в виду? Допустим, каждый сотрудник полиции, когда приходит на службу, да, или сотрудник полиции, бывший, то есть, когда там милиция, он зовут, полиция, так вот, каждый сотрудник МВД, когда приходит на службу, дает присягу. Соответственно, в этой присяге указано, то есть, служить, когда милиция была, присяга звучала так, служить закону, служить, служа закону, служа народу. Потом же, когда милиция превратилась в полицию, немножко присягу изменили, служа, служа закону, служу России, так она сейчас звучит. То есть, тут уже, ну, как говорится, каждый сотрудник сам для себя понимает, его нахождение в этой системе, для чего он туда пришел. Либо он туда пришел служить власти, да, а такие сотрудники есть, которые так считают, что я пришел служить власти и как-то перечить там, каким-то, значит, указанием сверху, власти, это, как бы, недопустимо. А есть сотрудники, которые понимают, что они пришли, на самом деле, для того, для чего, в принципе, МВД и создана, во всех странах, в том числе и России, для того, чтобы соблюдать законы и помогать гражданам. Еще один человек, который побывал по обе стороны баррикад на акциях протеста, это Михаил Абраменко. Михаил, привет, или, как говорят у вас, здравия желаю. Хотелось бы у тебя спросить, ну, я-то знаю про тебя, но можешь сказать, сколько лет ты прослужил в органах и до чего дослужился? Да, Дим, привет. Привет, прослужил 21 год почти. Раньше это называлось первооперативный полк полиции, сейчас называется первый специальный полк полиции главным управлением МВД России по городу Москве. Да, дослужился я до подполковника, командирного батальона уволился. Сейчас Михаил турменеджер популярной панк-группы порнофильмы. Из-за протестного содержания большинства треков концерты уже давно не проходят в России. Но еще до отъезда уже к этому времени бывший подполковник Абраменко успел побывать на акции протеста в Москве. Это были митинги по поводу задержания Алексея Навального и полицейские. Это было как раз тогда мое подразделение бывшее и второй специальный полк полиции. Они осуществляли, так скажем, охрану вот этих всех мероприятий, которые были не санкционированы. И у всех полицейских были перевернуты нагрудные знаки, что запрещено, это нарушение закона. Ну, соответственно, один мог ошибиться, повернуть его не той стороной. Но когда у всего подразделения так перевернуто, ну, это понятно, что это указание сверху. Я говорю, вы можете показать свой нагрудный знак, потому что у него знак был перевернут? Он просто делал вид, что он меня не слышит. Хозяин, можно пройти? Почему у вас нагрудный знак перевернут? Куда вам? Куда надо, сейчас стоять через страницу. Товарищ младший сержант, почему у вас нагрудный знак перевернут? Там, мне здесь. Что? Идет нам. Домой надо. А после того, как ты смело сделал вот этот выговор своему коллеге, у тебя был какой-то нагоняй от твоего, ну, пусть и бывшего руководства? Ну, нагоняй мне быть не могло, потому что я уже не служил, но мне рассказали, что этот сотрудник, он хоть и молодой, но он меня узнал, рассказал своему руководству, в своем полку, и уже потом передали моему бывшему руководству. Ну, меня это порадовало. Хорошо, когда люди на улице узнают. Даже все, что связано с прошлой работой. Ладно, пусть будет так. Базовые ценности современного российского полицейского отражены в госпрограмме обеспечения общественного порядка и противодействия преступности. Осенью этого года туда вписали обязанность бороться с деструктивной идеологией. Но что это за идеология такая? Ни в одном документе не сказано. Проводят с полицейскими идеологическую работу по старинке. Каждый понедельник собирает личный состав, показывает красивые фильмы. Ну, на тот момент, как Россия успешно борется с терроризмом в Сирии, например, как полиция выполняет свои задачи, везде все по красоте. То есть, а у людей нету возможности, вернее, даже если есть возможность, уже нет желания искать какие-то альтернативные источники информации. Они приходят на службу, слушают это, смотрят. То же самое им повторяет руководство. Работают там по 18-20 часов, приходят домой поспать, на следующий день узнают, куда они идут. Им просто уже нету времени и сил, наверное, чтобы искать какую-то информацию, которая может отличаться от той, которая их доводит. Вот поэтому люди работают в этой системе, они полностью поглощены ей. Они не видят, что происходит вокруг, как живет общество. Они живут просто внутри этой системы. Глядя на то, как полицейские расправлялись с участниками акций протеста, лично мне сложно было заподозрить их в нелояльности к власти. Но когда я побывал на Хабаровских протестах летом 2020 года, появилось ощущение, они просто поддерживают, но только тех, кого боятся. Или тех, кто сильнее. Ну или тех, кого больше. Вообще, конечно, страшновато. Нам, законопослушным людям, далеким от политики, от протестов, смотреть на это все. Толпа все никак не кончается. И что будет дальше, непонятно. Здравствуйте, а можете доложить обстановку, все ли нормально на объекте, ничего ли не случилось за это время? Да, все хорошо, ничего не случилось. Толпа перекрыла улицу, но вы пока ничего с ней не делаете, не разгоняете. Конечно нет, конечно. Нет приказа, ну нам по секрету, мы никого не покажем, разгонять толпу. Нет, конечно нет. Или вот, недавнее видео из Дагестана. В Махачкалинском аэропорту толпа устраивает антисемитский погром. Полицейские устраняются, а потом сами попадают под раздачу. Машину ОМОНа на предмет поиска евреев начинает обыскивать озверевшая толпа. В чем-то похожая ситуация была летом этого года, во время Пригожинского бунта. Тогда мятежники спокойно двигались по федеральной трассе, брали города под свой контроль, занимали ключевые объекты. Рядом иногда маячили военные, но кто уж точно не мешал, так это полиция. Возможно, сказался не только расклад сил, но и эффект неожиданностью. Ну кто мог представить себе такое в Ростове или Воронеже еще за сутки до мятежа. Другое дело, московские полицейские, у них же сутки целые были на подготовку к встрече с главным вызовом жизни. И они были готовы. Или нет? Хороший показатель был, когда Пригожин поехал. Потому что я с ребятами общался, ну а что, их всех собрали, всю Москву собрали, план какой-то был там, общий сбор сирены, я не помню, как это называется. И что происходило? Люди бухали. Просто бухали, и все. Кроме тех, кому выходить на смену. Они все, они на войну собрались. Я думаю, блин, какая война, господи, там, я не знаю, два этих самых трактора перерывают дорогу где-то. Ну, ребят, блин, если они сюда и придут, вы их просто встретите и сделаете вид, что вы не видите людей с автоматами на улице. И все. Ну то есть, тут понятно было, что никто никуда не полезет. И даже если выставят какие-то там кордоны с Росгвардией, с полицией, еще что-то, но люди не готовы к этому, тот продолжил пить на работе. Ну, потому что всех вызывали там из отпусков, из выходных, то есть, вот такой формат был. А вот это к нам идут, Ирина к нам? Ирина к нам? К нам. Здрасте. Почему не надо? Да. Пошли, пойдемте, подожди, я журналист, могу показать документы. Меня в очередной раз грибут за участие в несанкционированной акции, я сижу в ментовке, меня оформляют, и полицейский, прям при мне, заходит его коллега и говорит, как у тебя дела? Тот говорит, а вот сегодня протесты, там в Москве, все такое, нас там предупредили, что может быть мы тоже пойдем разгонять, давайте, я говорит, покажу. Открывает дверь, показывает ему, а там навалена куча бронежилетов, дубинок, касок, он говорит, смотри, а сам он метр 60, он сам метр 60, он показывает, говорит, смотри, говорит бронежилет какой дали. У него бронежилет, если он его наденет, он будет до колен, то есть он должен быть вот так ему, а он ему вот так, как я в этом пойду, выбора нет не придется так эти представляющими mot cuz водит представляете ничего себе как это вы так и вот они вы нужно то есть настолько у них там не неукомплектовано столько все не по размеру что говорят так не слушай не 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 спорь вот тебе вот это вот все надо будет и вами идешь метр шестьдесят не метр шестьдесят наденешься падежи разгонять и он сам не только представляете мне ваши обратно надо таком разгонять Android сочувствую самая Известные недостатки современной правоохранительной системы в России – это пресловутое телефонное право, когда сверху сотруднику правопорядка спускают готовые решения, как ему действовать – задерживать кого-нибудь или отпускать. Но, кроме того, существует же еще и палочная система. И называется она так, потому что полицейский, заполнив отчетность, ставит себе черточку, то есть палку. В том числе за каждого несправедливого посаженного участника протестов, каждого автора неправильного лайка, каждого, кто под пытками взял на себя вину за какое-то преступление. Удивительно, но жалуются на палочную систему и сами полицейские. Правда, называют ее уже иначе – «попугай» в честь аббревиатуры АППГ, аналогичный показатель предыдущего года. Ну, например, за прошлый год было составлено там условно 100 административных протоколов. Значит, за этот год должно быть составлено, не знаю, 110 административных протоколов. Непонятно, с чем это связано, но поднимали эти вопросы, спрашивали, для чего, зачем, вот надо, делайте все. А вот если такая ситуация случилась, и вам нужно родить эти 110 протоколов, при том, что там и 100 не набирается, и 90, может, не набирается, то как из этого выпутываться и что во всем этом делать? За ночь нужно сделать два административных протокола. Как, вот нормальному человеку это скажи, он скажет, это как, ну, что я должен сделать, пойти что-то украсть и сам на себя оформить? Вот, здесь, ну, за мелочи, на самом деле, там, курение около метро, не знаю, там, распитие на детской площадке, ну, что-то вот в таком формате, это все уличное, то есть тут проверка по документам, вот, с мигрантами, тоже это котировалось. Ну, какую-то работу надо показать, что вот за ночь там было сделано вот столько-то, столько-то. Кто не делал, иногда их просто оставляли там, условно, работать до обеда. В конце года выплачивали, ну, не тринадцатую зарплату, но, как я понимаю, это был бюджет, который, если его полностью не потратили, его как-то делили на подразделения, то есть выплачивали в виде премий новогодних. И, условно, у кого показатели там по году ниже, тем выплачивали меньше. В каких-то подразделениях это не выплачивалось, ну, совсем. Есть несколько категорий, как я делал, темный и светлый. Темный — это нераскрытый, светлый, соответственно, раскрытый, где есть лицо, которое совершило преступление. Так вот, система заинтересована в том, чтобы в цифровых показателях, то есть в количественных показателях количество светлых преступлений всегда было больше, чем количество темных, соответственно, чтобы количество светлых с каждым разом уросло. Соответственно, некоторые руководители прибегают к такой тактике, когда поступают заявления, например, потерпевшего, да, и непонятно, как и что там действительно было преступление или же не было преступления, и идет прямое указание, там, подчиненным сотрудникам, давай, отказывай от материала, возбуждать его не будем, потому что он, грубо говоря, темный. Ну, то есть там перспектив раскрытия никаких нет. Мне приходилось, да, спорить по таким материалам и даже быть, как говорится, на ковре у начальника полиции, несколько раз, когда давал указание, оказывается, потому что материал, грубо говоря, я вижу, что состав преступления на лицо, то есть там квартирная кража была, насколько я помню, это является тяжким преступлением. И я ему говорю, уважаемый начальник, да, пожалуйста, в письменном виде давать мне указание, то есть пишите какое-то указание, рапорт, и тогда будем разбираться дальше, что мы делаем с этим материалом. В итоге они не только выразовали о том, что вы нашли меня в правильную служебную проверку, а вот, что саботажем занимались и так далее. Самая первая, наверное, история пересечения моя с полицейскими, год 2000, неважно какой, это еще мои студенческие годы, я еще молодой, и я попал в полицию, потому что я пришел, у меня там телефон то ли похитили, то ли я его потерял, я прихожу, и меня завели там в кабинет, один оформляет дело, там, вот это, записывает на чем-то, а другой со мной там что-то разговаривает, и у них был то ли обед, то ли там время, когда там можно перекусить, и один из них достает чайник, который мне запомнился на всю жизнь, с отломанной крышкой, то есть она должна быть там, она отломанная, и он достает такой, ставит при мне, такую, крышку там как-то приделали, вот, на папке какой-то там старой, они разворачивают там еду, а другой достает бутылку, и другим там, там, двум-трем коллегам, которые зашли, говорят, так, я вот тебе наливаю, тебе наливаю, и на меня такой смотрит, а тебе наливать, при том, что я студент, который пришел там по делу, я говорю, я извиняюсь, не пью, и он такой полушутя, но тем не менее, он говорит, ну ты мне это брось, ты кончай. Я до этого думал, что в сериале «Улица орбитных фонарей», который был тогда попурялен, там выдуманная реальность, нифига, у них все ровно так и есть, вот эти вот дукалисы, и все остальные, которые пьют в отделении, оно все так и есть, они даже не стеснялись мне это предлагать, все ровно так, вот, как сериалы идут, минновские, вот они вот ровно такие же. Ну, вот это совсем другое дело. Всем привет. Ну что это такое, ну сейчас Петренко придет, ну-ка уберите сейчас же. Еще в советские времена был популярен анекдот, один солдат спрашивает у другого, куда пойдешь после дембеля? В милицию. А если не возьмут, ну что ты пристал, все равно работать не буду. Мы находимся в Краснодарском университете МВД России. Хотите узнать, каково быть профессантом МВД? Тогда добро пожаловать. Обучение в таких университетах на самом деле лишь выглядит, как солидная подпитка кадрами для силовых ведомств. Но, как нам рассказал наш анонимный источник в органах, толку от них нет никакого. Все вузы, МВД, ведомственные учебные заведения, МВД, это полная гавана. Там вот, если это среднеспециальное образование, то ты там 4 года будешь пьянствовать, курить травку, и летом стажироваться в райотделе, чисто печатать за какого-нибудь уставшего участкового материала. Вот, все твое обучение из этого состоит. Впрочем, как и любое среднеспециальное образование нашей необъятной родины. А высшее учебное заведение МВД, это то же самое военное училище, ну, только преподаватели чуть похуже. Хотя мне нравится образ Урубхая из «Василины колец», то есть того, которого Шуруман вывел, таких, знаете, здоровых орков, которых он там другими орками кормил. Мне бы хотелось ему соответствовать, ну, то есть хотя бы, знаете, иронично. Но нет, таких людей у нас нету. Они их после появления Росгвардии все хоть почековали в обороны и туда отправили. Всего в России 20 спецвузов для МВД и 12 филиалов. В год оттуда выходит по 10 тысяч выпускников с перспективой устроиться в органы. С продвижением по службе, правда, сложнее. 15 лет назад всю страну потрясло дело Евсюкова. Одной апрельской ночью, находящийся в невменяемом состоянии майор московской милиции, начал стрелять по людям в магазине, убил троих, ранил шестерых. И не просто майор, а целый начальник ОВД Царицына. Должность, которую он получил в 21 год. Как позже установила новая газета, секрет успеха был прост. Евсюков был протежек генерала Владимира Пронина, который тогда возглавлял ГУВД Москвы. Евсюкова отправили на пожизненное, его покровителя Пронина торжественно сняли. Потом, правда, отправили на работу в московскую мэрию. Милицию и ту переименовали в полицию. А вот ситуация с Блатом так и не изменилась. Я, наверное, с 2010 года пытался стать инспектором, а получилось у меня стать только в 2018 году, через 8 лет, то есть служба с трех попыток. И мне все время обалагировали мой перевод. А придя туда, я понял, что инспекторами работают... То есть, ну, общая ассоциация инспектора по данным шестерам, это женщина, девушка. И все мои коллеги, девушки, они имели родственников. То есть это либо супруга какого-то высшего должностного лица, либо сестра, ну, то есть и так далее. То есть это, как правило, близкий родственник какого-то должностного лица, дочка моего бывшего начальника. А кто идет благодаря Блату? Как правило, те люди, которые не могут себя устроить как профессионалы в обычной жизнедеятельности, то есть профессиональной деятельности. Они не могут стать какими-то директорами там заводов, фабрик. Куда они идут? Они идут через Блат на высшестоящие офицерские должности в органах силовой структуры. Ну, и в результате так происходит, вот такой отрицательный отбор. И особенно ценится самое ценное среди сотрудников, это личная преданность, а, как правило, лично преданный человек, это он этим самым компенсирует свой профессионализм. Слабая подготовка и Блат переводят к неутешительным последствиям отрицательной селекции. Полицейские пытают и мучают людей просто потому, что не умеют работать иначе. Ну, а посмотрите, кто идет работать в полицию. Слушайте, вот я Zoom настраивал 15 минут. Ребят, а я майор. И я не самый глупый представитель своей касты, так сказать, служебный. Я компьютерные игры играю. Я, в принципе, не старый, не 32 года всего. Я 15 минут не мог настроить Zoom. И вот этими кадрами вы предлагаете там каких-то таких вот кибергениев ловить, которые там VPN-ы хоть настраивают, там сидят где-нибудь на Сейшельских островах. То есть нет, я могу поймать закладчика. Будем честными, я могу пи*** ему дать, чтобы он как бы подговорочий был. Ну, без изысков, нет, без всяких вот таких страшных историй про бутылку, там, черенок лопат и что там еще было. Ну, там, вот так. Даже не бить человек, бить вообще у нас людей нельзя, по закону полиции. Физическую силу применять можно, но бить нельзя. Пытки, как признаются полицейские, это понятие растяжимое. Не нужен специальный пыточный кабинет, паяльник или даже утюг. Достаточно двух составляющих. Человека, которому очень нужно что-то услышать, и другого, который, ну, никак не хочет это говорить. Такие нюансы есть, что, ну, можно не выходя за рамки закона о полиции, то есть не сделав ничего противозаконного, сделать человеку очень больно. Ну, то есть, например, просто, ну, видели как-то наручники полицейские? Ну, они во всем мире примерно одинаковые. Ну, если надевали наручники, так что, да, я понимаю, о чем речь. Они, конечно, такая штука, что они самозатягивающиеся. У них вот этот механизм, который защелкивается, чем больше вы крутите, вертите руками, тем сильнее они сами затягиваются. И об этом не все знают, кстати. И, в принципе, достаточно человеку просто наручники за спиной застегнуть и достаточно долго в них продержать. Это очень большой дискомфорт доставляет. С этим, кстати, есть еще очень большая проблема. Ну, я вот когда еще в учебке был, нашей полицейской, когда нас учили застегивать наручники правильно, то есть, делать, мне девочка, ну, то есть я сам ростом где-то, ну, метр восемьдесят три, метр восемьдесят четыре, ну, вешу восемьдесят девяноски. Ну, то есть мужчина средней комплекции. Со мной училась, ну, на потоке девочка. Метр пятьдесят ростом, получается, ну, худенькая, маленькая. Ну, то есть, ну, реально я могу их в баскетбольный мячик, в принципе, кимить кольцом. Так вот, при помощи вот этих вот наручников, она когда тренировалась застегивать на мне наручники, она мне сломала руку. Просто потому что, ну, это возможно. Это дает лишний рычаг, ну, она не сослает, она случайно, разумеется, сделала, потому что, ну, застегивала неправильно. И вообще, ну, в рабочем порядке это уже дело подсудно, и полицейскому ничего хорошего не ждет, если такое случится. Ну, в целом, наручники очень страшная штука, да. По статистике, каждый десятый гражданин России сталкивался с пытками со стороны сотрудников правоохранительных органов, а каждый четвертый попадал в конфликты с сотрудниками полиции. Команда против пыток, сделав исследование на 170 страниц, еще раз убедилась, пытки стали частью рутинной работы правоохранительных органов. Знаете, такой интересный момент, когда ты разговариваешь с сотрудниками полиции, то они все тебе с огромным удивлением говорят, что вот в нашем отделе полиции никогда не пытали. Да это бред какой-то. Да это вот где-то там, это все наветы. Ну, может быть, в Москве у вас пытают, а вот у нас в Нижнем Новгороде никогда никого не били. И такие кейсы бывают даже в всех отделах, в которые ты приходишь уже с жалобой, а человек, который из этого отдела полиции вышел, и тебе начальник, дежурный или еще кто-то начинает говорить, да это все вранье, да у нас никогда никого не били, да что вы, рвут на себе тельняшку. А потом спустя год-два эти же самые сотрудники либо увольняются, либо отправляются за решетку за то, что пытали людей. Можно увидеть, что из года в год у нас, ну, стабильно где-то 500 плюс приговоров за превышение должных полномочий выносятся. Но наше небольшое государство 500 приговоров это очень много. При условии, что 500 это прям только верхушка айсберга. Потому что очень малое количество дел, для отсутствия до суда. Ты думаешь, в Советском Союзе были другие менты? Ты знаешь, вот здесь мы находимся, да? 50-е там, допустим, годы брать. В Литве, кстати, в том числе протесты в Каунасе. Или вообще брать 50-е годы в СССР. Знаешь, что отношение к ментам было, может быть, хуже, чем сейчас? Вот это вот история про милиционера, дядю Степу, сериал «Следцы ведут зонтаки». А знаешь, почему они были задуманы? Потому что надо было поменять образ милиционера, вот этого мента. Они вложились в пиар милиции. Щелоков. Огромные усилия прикладывал, чтобы изменить образ милиции. Потому что образ был отвратительный. Мало того, я как человек, который любит эту тему, в СССР было очень много волнений после милицейского насилия. То есть классический случай протеста в СССР это не совсем политический протест. В Летве был политический протест. Дважды. А обычный протест в других частях Советского Союза это протест против ментов. 59-й год. Муром. Парни убивают в ментовке. На следующий день разгромлен отдел милиции. И так везде. Причем не только надо думать. Муром, Александров, совсем русские города. Шимкент. Шимкент. Да, по-старому. Казахстан. На юг, юг совсем. 67-й год. Штурм, кстати, тюрьмы, чтобы ты понимал. Потому что тоже парня водителя убили. Водители собрались. Весь город собрался и пошли на милицию. Сначала взяли штурмом милицию, потом пытались взять штурмом тюрьму. И там были перестрелки. 67-й год. Отклиняется. При Брежневе. Я к тому, что волнений было много. Именно против насилия в милиции. Зато все, с кем мы общались, согласны в одном. Все то, что происходит в России, это часть политики российской власти. Россия – одно из самых полицейских государств мира. На каждого гражданского приходится по 6 человек в форме. И это в 3 раза больше, чем в США или в Англии. Изменить разом этот миллион человек будет непросто. И, конечно, вывод. Менять все надо сверху. Вот что с ними делать? Министр внутренней деятельности Сергей Смирнов пришел к власти. Что делать? Слушай, ну, на самом деле, тоже не надо думать. Давай так. У нас есть огромный мировой опыт. Знаешь, вот это вот впечатление, что мы совсем уникальная страна, пусть только в голове Владимира Путина существует. С полицией были проблемы практически во всех западных странах. В Америке есть до сих пор, кстати. Британскую полицию взять. Насилие, коррупции и так далее. Куча стран через это прошло. Модернизировать, менять, новых людей звать, перестраивать, не давать этой коррупции там быть, не давать отменять эту палочную систему. Много примеров довольно успешных реформ. Это же как бы все миф, что это ничего не меняется. Вполне все меняются. Для этого просто нужна политическая воля и другой политический режим. Не надо думать, что нам все полностью довольны. Конечно, не очень довольны многие. И многие хотят более прозрачных правил, меньше бумажной работы, более четких и понятных раскладов. Знаешь, когда у нас решается не на уровне, судья позвонил чекисту, и мы быстренько вас всех прикрыли. Что вы там не делали? А чтобы это было законно? Ну, то есть, не надо недооценивать желание людей жить по более понятным правилам. Изменения в российской полиции, однако же, скорее всего, скоро случатся. Страдающая от кадрового дефицита полиция скоро, видимо, примет солидное пополнение из числа тех, кто воевал и убивал в Украине. Это люди, которые сейчас там участвуют в боевых действиях, они берутся на гражданку, кто-то демобилизуется. И будут устраиваться, скорее всего, в правоохранительные органы, потому что это будет проще всего, имея за плечами участие в боевых действиях, имея какие-либо награды, и, в принципе, имея навыки обращения с оружием, с средствами и со всем остальным, эти люди пойдут в Росгвардию, в полицию, в СИН и там еще куда-нибудь. Более того, недавно были внесены изменения в ряд законов, в том числе о службе органов, в органах внутренних дел, как раз вот таких бывших военнослужащих были созданы так называемые вакантные места в органах внутренних дел. Поэтому мы полагаем, я полагаю, что будет Роснасилие, люди, которые, скажем так, побывали в боевых условиях, которые не прошли курсы реабилитации, у которых остался ПТСР, незалеченные психотравмы и все остальное, конечно, им будет сложно в простую жизнь прийти и общаться с простыми гражданами, которые не являются врагами. Пока эти люди продолжают оставаться на фронте, а вот когда они массово начнут возвращаться и будут устраиваться в проходительную систему, я думаю, что мы получим сейчас насилие. Специалисты из команды против пыток важнейшим средством против полицейского произвола называют публичность и огласку. Уволили же 10 лет назад в Казанском ОВД Дальней все руководство после того, как там запытали до смерти человека. Но статистически таких случаев немного. Девушки, которых мучили ОВД Братеева, смогли собственными усилиями и с помощью журналистов-расследователей раскрыть личность своего мента-садиста. Его зовут Иван Рябов. После этого он принялся удалять свои страницы в соцсетях и даже защищал себя с фейковых аккаунтов в интернете. В марте этого года Иван Рябов и его сослуживец Александр Федоринов попали в санкционный список Евросоюза и США. Любая подобная реакция Европейского Союза и правозащитных организаций, которые находятся за пределами России, она важна. Потому что, да, мы видим, как много нарушений прав человека сейчас происходит на войне со стороны России, но также важно понимать, что это вызывает и какое-то, не знаю, давление, да, повышенное на граждан внутри России. Потому что, если не говорить об этом, если мировое сообщество не будет говорить о подобном, если мировое сообщество не будет говорить об Алексея Навального, в том числе и других политзаключенных, то это будет спускаться с рук. Это так или иначе они видели эту новость. Я уверена в этом. Возможно, они посчитают это комплиментом, кто их знает. Вот. Но для меня это было важно. Я понимаю, что они не выездные, они не планировали как пропагандисты покупать себе дом на озеро Кома, но это очень важные меры. Я считаю, что подобные санкционные списки и то, что такие якобы рядовые люди могут там оказаться. Я думаю, что это очень полезно. Тем не менее, работу эти полицейские садисты продолжают, причем в том же ОВД Братеева. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok